Я не люблю, как мы начали сегодня. Первые 20 минут. Сложно сейчас понять, почему мы начали матч совершенно не так, как хотели. Потому что первый период нам совершенно не удался. Однако, если им я совершенно не доволен, но если говорить о второй, третьей части матча, то в этом плане мне понравилось, что как мы в игру вернулись, как мы старались и действовали. Поэтому говорить по второму, третьему периоду, то у нас снова улучшение получилось. Вчера мы играли в вечернем, но сегодня мы играли. Может быть, мы совершили небольшую ошибку, потому что мы вчера вечером играли, и сегодня снова была раскатка. Может, не стоило это делать, но это претезонка так происходит. Но с другой стороны, данный матч также дает хороший, скажем, повод для анализов. Есть для нас данные, то, о чем думать об этой игре. Поэтому мы довольны, как вторую часть матча провели, и это самое важное сейчас. Денис Тайпов, «Горобзор.ру». Оцените, пожалуйста, игру Евгения Белякова. Ну, в двух матчах. В прошлом матче он забросил свои ворота в этом году. В этом матче он во втором пи-заде заброшенной шайбе ошибся возле борта. Нет ощущений, что он сдал? Не знаю. Ну… Во-первых, начнем с того, что Пани Беляков хорошо, так надежно играют, но сейчас идет предсезонка. Я думаю, что ближе к сезону они форму наберут. По ходу матча стало известно, что «Салават» обменял «Гематова», «Спартак». Почему вам оказался не нужен «Гематова»? Я думаю, что такого характера вопроса менеджмент клуба может ответить. Ищет ли кого-то «Салават» на замену «Гематова» или на трансферном рынке? Да. Всегда в течение сезона команда находится в поиске. Можем искать и защитников, и нападающих. Поэтому это такой процесс всего сезона. Оцените, пожалуйста, молодых игроков, которые сегодня вышли в третьем-четвертом занятии. Насколько довольны и кого вы можете выделить? Если говорить о сезоне прошедшем, и сейчас то, что мы видим, видно, как наши молодые парни добавили. И это нам дает пищу для того, чтобы понимать, что у нас есть скамейка более длинная. И о сегодняшней игре, если говорить, то начиная с второго периода, я считаю, что линия Пименова была только лучше у нас, но может быть одна из лучших в игре. Поэтому их игрой я сегодня следоваю. Владимир Робоколин, официальный сайт KHL. Томми, почему все-таки игры против «Локомотив» не получаются у команды? Последние поражения постоянно. Что нужно сделать в сезоне, чтобы как-то это преломить эту очереду неудач? Да, это интересно. Интересно сказать. Это… «Локомотив», как вы видели, сегодня очень сильный соперник. Мы как раз-таки по его силе можем мериться и понимать. Но да, у нас был разговор с тренером как раз-таки впервые. Мы попытались вспомнить, когда прошлый матч мы играли на Уфу-арене, как мы так же быстро шайбы пропустили. И до этого матч был в Ярославле. То есть пока… Да, сложно, конечно. Удивительная такая серия у нас получается. Пока сложно ответить. Но, естественно, мы должны прекрасно понимать, что нужно что-то поменять, чтобы «Локомотив» обыграть. Если позволите, Тихонов сможет сыграть в «Пятницу»? Нет. В «Пятницу» мы Тихонова точно не увидим. Сейчас он уже тренируется, и я надеюсь, что он уже сыграет на турнире в Казани. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok